В Петропавловске открылся первый оптово-распределительный центр. Склады нового объекта получили категорию B+. Благодаря ему путь от товаропроизводителя до потребителя значительно сократится, а цены на продукты снизятся на 15%. В церемонии открытия современного комплекса принял участие глава региона Кумар Аксакалов и наша съемочная группа. Раньше североказахстанские предприниматели работали в основном через посредников. Хранили продукцию на своих, не приспособленных для этого складах и небольшими партиями продавали ее оптовикам. Таким образом, стоимость товара увеличивалась в несколько раз. Возведением современного комплекса занималось товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга». Обошелся он предприятию почти в 2 миллиарда тенге. Оснащены современным специализированным оборудованием, позволяющим оперативно проводить погрузочно-разгрузочные работы, позволяющим хранить товар в 5 ярусов, то есть это стеллажное современное оборудование. В данном складе категории «Б плюс» мы можем хранить до 10 тысяч тонн товаров. Аптово распределительный комплекс состоит из помещений под центральное овощехранилище и товарного склада. В самом большом боксе может храниться до 2000 тонн социально значимых сельскохозяйственных продуктов – картофеля, моркови, капусты и других овощей. Всё остальное, к примеру, крупы, бытовая химия, пластиковая продукция будет храниться в помещении товарного склада. В период, когда развиваются всевозможные инфекционные заболевания, нужно обеспечить соответствующее хранение продуктов питания. Всё, что потребляет человек, в складах должно быть всё соблюдаться автоматикой. Понятно, что когда ОРЦ заработает полную силу, сразу отпадёт необходимость в этих посредниках. За время своего существования товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга» зарекомендовало себя как дистрибьютерская компания. Свою продукцию предприятие уже несколько лет экспортируют в страны ближнего зарубежья. В состав товарищества входят семь крупных производственных комплексов, в которых трудятся более полторы тысячи рабочих. Мы сами же и производители, мы сами и дистрибьюторская компания, мы сами же и построили склады. Но для нас это мечта, для меня мечта. Я занимаюсь дистрибьюцией 20 лет. Это сложились как бы все пазлы. Области надо было, мы смогли это построить, и мы смогли сами же его у себя взять в аренду. И сами вот вы сейчас видите, как качественно лежат товары. Здесь хранится, можно сказать, все, что нужно, что вы приходите в магазин, все, что здесь. Есть бокалейная продукция, есть товары, продукты быстрого приготовления, мука, крупа, хлопья кукурузные. Также есть приправы, пластиковые изделия, то, что мы производим сами, то, что мы продаем. Здесь весь спектр. В планах предприятия начать производство туалетной бумаги и полотенец. В качестве сырья товарищество планирует использовать солому и макулатуру. Кирилл Потемхин, Оселё Розбаева, Юрий Искаков, Служба новостей.